Как восстановить здоровье после коронавирусной инфекции? Об этом говорим сегодня в программе главной новости в студии Лейсана Абдуллина. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Республиканская клиническая больница возвращается к плановому режиму работы. Временное инфекционное отделение закрыто. На период пандемии врачи были вынуждены сменить свой функционал. РКБ работало, напомним, как некий сортировочный центр. Здесь обследовали пациентов, распределяли их по остальным больницам, а себе оставляли лишь самых тяжелых и сложных пациентов. За это время они обследовали порядка 6 тысяч человек. Около 1200 из них пролечили. Сейчас медики вновь вернутся к своим должностным обязанностям и начнут принимать людей, как обычно, чтобы выполнить все накопившиеся операции. И, кстати, очень важный момент. Врачи заявляют, что готовы работать даже ночью. И, конечно, вслед за ковидным госпиталем в Республиканской клинической больнице Министерство здравоохранения Татарстана планируют закрыть аналогичные заведения и в некоторых других казанских учреждениях. Речь идет о госпитале ветеранов «Воин» и 16-й больнице, в которых были развернуты койки для коронавирусных больных. Сейчас оформляются соответствующие документы. Что касается медицинских учреждений в районах Татарстана, то закрывать их считается нецелесообразным, заявили в Республиканском Минздраве. Давайте посмотрим комментарии на эту тему. Закрытие ни Буинска, ни Ярска, ни Высокой горы не ожидается. Но если мы видим, что эпид-ситуация значительно улучшилась, и у нас нет пациентов с подозрением на ковид, с пневмониями, с самим ковидом, то тогда, безусловно, мы будем ставить этот вопрос. Резда Ахметовна, я правильно понимаю, Вы даже сейчас в кадре мы видели, как занимаются дыхательной гимнастикой, что первое, наверное, и самое лучшее, это как раз-таки для реабилитации этой болезни дыхательная гимнастика. И что еще? Об этом говорим сегодня. Вот расскажите, пожалуйста. Совершенно верно. Очень важно именно с момента, так скажем, поступления пациента в ковидные госпитали правильно соблюдать, во-первых, положение тела. И поэтому принципиально то, что было изложено в методических рекомендациях Минздрава Российской Федерации, это рекомендовать пациентам лечение положением для улучшения оттока, улучшения функции именно бронхов, улучшения функции легких. И, конечно, комплекс упражнений, который в наших госпиталях рекомендует пациентам в зависимости от их состояния, это основное, что используется сейчас на первом этапе оказания помощи. Мы сейчас очень тщательно подходим к индивидуальной программе реабилитации. Конечно, основное – это лечебные упражнения, правильное дыхание, использование дыхательных тренажеров именно на активное сопротивление. Это по типу вот этих тренажеров, использование по фамилии Фролова прототип. И, конечно, комплекс мероприятий, который позволяет нам индивидуализировать программу, если у пациента максимально нарушены психоэмоциональные функции, тогда мы, естественно, сочетаем дыхательные упражнения с элементами психоэмоциональной релаксации, с работой именно в группе или индивидуально с клиническими психологами. То есть за истекший период уже накоплен определенный опыт в реабилитационных мероприятиях, и, конечно, мы стараемся максимально индивидуализировать программу, чтобы повысить качество жизни наших пациентов. А скажите, пожалуйста, сколько уже сейчас таких центров функционирует в Татарстане? За практически июнь, июль и август мы практически уже в полном режиме восстановили больше 10 лечебных учреждений, которые оказывают помощь по медицинской реабилитации. Это не только в городе Казани. Это учреждения открылись и в городе Нижнекамске, в городе Набережной Челны, в Альметьевске, на базе Зеленодольской ЦРБ. И, конечно, учитывая все-таки количество жителей в городе Казани, максимальное количество учреждений, оно, в общем-то, присутствует, конечно, в городе Казани. Это не только госпиталь для ветеранов воин города Казани. Городская поликлиника номер 7 города Казани, они начали функционировать с начала июня, одними из первых в Российской Федерации, первыми в Приворственном федеральном округе. Это и городская поликлиника номер 21, планируемый номер 20, номер 18 городская поликлиника. Город Иннополис сейчас активно принимает пациентов. И необходимо отметить, что все инновационное оборудование, которое присутствует в данном учреждении, оно практически единственное в Приворственном федеральном округе, оснащенное не только реабилитационным оборудованием, еще и диагностическим оборудованием. Поэтому, несмотря, казалось бы, на отдаленность от города Казани, но я знаю, что большинство пациентов, которые уже практически могут сидеть за рулем и выезжать на реабилитацию в город Иннополис, уже есть первые отзывы, они крайне благоприятные, они очень положительные, учитывая тот арсенал оборудования диагностического реабилитационного, который есть в этом учреждении. Ну и самое главное, это подготовленные кадры, когда выстраивается программа реабилитации для восстановления физической выносливости, для улучшения и восстановления тонуса мышц, для улучшения функций дыхания, для обучения дыхательным упражнением. Кроме этого, используются все компоненты и диагностики, и коррекции психоэмоционального фона. И, конечно, использование интерактивных различных форм инновационной реабилитации позволяет максимально в кратчайшие сроки помочь нашим пациентам. Я напомню нашим зрителям о том, что мы сегодня говорим о реабилитации после коронавируса. Пожалуйста, звоните, пользуйтесь случаем, потому что у нас эксперт студии 8 800 532 55, это телефоны прямого эфира. И, конечно же, принимайте участие в голосовании, нас очень интересует, например, проходили или сдавали, или вы сами тесты на ковид. Поэтому, пожалуйста, принимайте участие в голосовании, мы обсудим после. Резда Ахметовна, у меня сразу несколько вопросов появилось в части этих центров. Первый, учитывая, что нас смотрит республика вся, нет ли, допустим, у вас забытых, обиженных именно по зональному принципу, например, районов? Потому что Юго-Восток все-таки далековато от Казани находится. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, это крайне актуальный вопрос. И на сегодняшний день в Минздраве Республики Тарстан принято уже решение и рекомендации. Мы провели селектор по видеосвязи с руководителями лечебных учреждений районов Республики Тарстан, где рекомендовали принимать пациентов на базе районных центральных больниц, на базе поликлиник различных других городов Республики, в отделениях тех, которые оказывают помощь по дневному стационару по профилю болезни органа дыхания. Поэтому есть клинические рекомендации, есть критерии отбора, есть рекомендуемые методы физиотерапии, методы лечебной физкультуры, массажа, механотерапии, которые позволяют при наличии этих служб на базе ЦРБ оказывать помощь индивидуально пациентам не в рамках медицинской реабилитации, а в рамках дневного стационара по профилю терапевтическому. Вот это очень важно. Мы разработали специальные формы и в ближайшее время, практически, наверное, в конце этой недели уже разошлем по учреждениям Республики Тарстан, чтобы каждое учреждение, которое оказывает помощь пациентам, перенесшим КНИВИД-19, в частности, пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией, либо другой вирусной инфекцией, чтобы каждый пациент, который будет проходить на базе дневного стационара, либо амбулаторных посещений, мы могли его также взять на учет и, в общем-то, отслеживать состояние его и эффективность проведенных мероприятий. То есть мы максимально повышаем доступность оказания помощи, если в данном районе или в данном городе отсутствует отделение специализированной медицинской реабилитации. Это очень важно. Резда Ахметовна, у нас есть сейчас звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот я из Казани. Скажите, вот сейчас все это посвящено ковиду-19, да, больным с дыханием, там, больным, вот с пневмонией. Но ведь у нас очень много больных с раком, там, со спидом, там, людям, у людей дети болеют, им не дают, там, таблетки, вот. Почему вот об этом никто не рассказывает? Люди умирают вот от всего. Даже человек вот из Челнов, ей даже делали операцию без наркоза на глазах. Вот это что такое, издевательство такое в нашей стране? Спасибо за вопрос. На самом деле, это даже не вопрос, а реплика. Я считаю, что мы об этом в рамках, кстати, нашей программы тоже часто поднимаем. Это такой вот анонс предстоящих, предстоящих, вернее, наших программ тоже. Но от себя тоже можете добавить, все-таки нашему зрителю ответ. Да, очень актуальный вопрос, и спасибо за заданный вопрос, потому что я могу ответить абсолютно объективно. Во-первых, оказание онкологической помощи не приостанавливалось никогда. Онкологический диспансер, и в частности, наш, да, как ведущий, республиканский клинический онкологический диспансер, он оказывал помощь. И даже были отдельно выделены, так скажем, отделения, когда выявлялись пациенты с этой инфекцией. Я хочу сказать об оказании реабилитационной помощи. В период пандемии отделение медицинской реабилитации, которое функционировало и функционирует на базе РКОД, оно не останавливалось ни на один день. То есть, что касается реабилитационной помощи данным лицам, которые были, в общем-то, развернуты и представлены в данном учреждении, мы не приостанавливали. Что касается оказания помощи, насколько вот я могу судить по детской службе, то, соответственно, была маршрутизация таких деток. И действительно, отделение, может быть, медицинской реабилитации не функционировало в течение трех-четырех недель, но они одни из самых первых открылись. И те дети, которым была необходима реабилитация вследствие травм центральной нервной системы, травмоопорно-двигательного аппарата, они данный вид помощи оказывали в полном объеме. Что касается действительно пациентов, которые перенесли инсульт, которые перенесли травмы опорно-двигательного аппарата, действительно, до 5 июня у нас были ограничения на медицинскую реабилитацию. Но, опять же, благодаря приказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан, мы первыми практически в Приворском федеральном округе эту помощь открыли. И особенно для тяжелых пациентов на базе городской клинической больницы номер 7 города Казани отделение медицинской реабилитации не останавливалось ни на один день. То есть, конечно, проблема существует, может быть, она не в полной мере была реализована в этот период, но я глубоко уверена в том, что если бы не было такого, так скажем, перепрофилирования, неизвестно бы, с какими бы мы сейчас столкнулись проблемами. Поэтому все было сделано совершенно четко, на мой взгляд, и все было сделано правильно по перепрофилированию ведущих учреждений. Ну, а я в свою очередь все-таки хочу еще раз напомнить о том, что беспрецедентная история, вот сейчас, друзья мои, здесь развернулась тоже, то, что проект этот был создан очень оперативно по реабилитации больных, перенесших ковидную, как раз, коронавирусную, вернее, инфекцию. И это тоже очень важно сейчас проследить динамику, помочь людям восстановиться. Поэтому мы сегодня столько внимания этому уделяем. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте, город Казань. Я, город Казань, вы меня слышите, да? Да, да, говорите. Слушайте, ага, город Казань. Я отношусь к поликлинике номер 8 на улице Сибирский тракт. Такая группа у нас еще по реабилитации не создана. Вот я вчера еще звонила. Пыталась, да, в июне перенесла ковид, ковид подтвердился. Лечилась 3-4 недели. Вот, и пыталась записаться на дневной стационар. Естественно, сказали, пока вас не записываем. Потому что я после этого лечилась у невролога платно. В поликлинику к неврологу не попасть. Но это чувствуется фоскосильность майка. Что мне делать? Куда мне обратиться? Куда я могу еще обратиться? Благодарю вас. Если у нас. Все, спасибо. Резда Ахмедовна, вот тоже такой общий тогда момент, куда обращаться. Еще раз, если есть необходимость в этой реабилитации, да? Будьте добры, подскажите нам, Хадей. Буквально вот на этой неделе была встреча главного специалиста по медицинской реабилитации Управления здравоохранения города Казани Хусайна Вильмир-Растянная. Как раз она вела беседу с как раз и ночмедом городской поликлиники номер 8 города Казани. Мы с вами понимаем, что невозможно перестроить систему в один день. И, конечно, то, что главные специалисты уже выезжают в учреждение и объясняют алгоритм ведения пациентов, это крайне важно. Я думаю, что по конкретно данному случаю обращение возможно это в городскую поликлинику. Если, ну, самая ближайшая поликлиника к месту жительства, это либо городская поликлиника, допустим, вот ее 8-я, да? Либо пациентка обращается к нам в госпиталь ветеранов воина города Казани, где открыто отделение медицинской реабилитации. Конечно, оно работает с очень большим перевыполнением. И на сегодняшний день на 10 планируемых койках у нас практически в начале этой недели было 47 пациентов. Конечно, мы сейчас установили определенную до 10 дней период ожиданий, да, очередность, потому что потребность велика. И я думаю, что если вот наша жительница обратится в понедельник за помощью к городской поликлинику номер 8, то проблема к понедельнику уже будет решена на базе поликлиник. Если не будет решен вопрос к понедельнику, тогда она в понедельник может обратиться уже к нам, и мы поставим ее, ну, к сожалению, на определенный период ожидания, чтобы максимальная помощь. То есть нагрузка идет очень большая все-таки сейчас. Хорошо, а по поводу все-таки кадров, если очень коротко попрошу, потому что не так много времени осталось до конца программы. У меня все-таки районы Татарстана, Казань, понятно, у вас все здесь на контроле. Вы говорите, что вы рекомендуете работать с кадрами, вы с ними общаетесь, но тем не менее, кто в основном входит в эти рабочие группы, скажем так? Мы провели в июне первый цикл по медицинской реабилитации, период новой коронавирусной инфекции. Мы специально включили, прежде всего, кадровый потенциал наших реабилитационных учреждений. Но в связи с высокой потребностью мы запланировали внеплановый цикл с 21 сентября, и уже на этот цикл будем активно сами приглашать из каждого района, из каждой ЦРБ персонал на обучение, чтобы максимально повысить качество и доступность оказываемой помощи. Хорошо, по поводу комплекса упражнений. Все-таки лечебную физкультуру мы все с детства знаем, можно к ней по-разному относиться. Но не только это же, наверное, входит в основу. Инновационный момент психологически мне очень зацепило, потому что я тоже слышала, что тревожность повышается. Спасибо большое за вопрос. Он на самом деле крайне важный, и не каждый к нему относится очень ответственно. Но особенность данной инфекции в том, что действительно идет воздействие на центральную нервную систему, на психоэмоциональный фон наших пациентов. И, казалось бы, те простые жалобы, которые для обычного человека кажутся незначимыми, как раздражительность, нарушение сна, нарушение аппетита, какие-то депрессивные моменты. Ну, подумаешь, переболел. К ним надо очень относиться серьезно, потому что у многих возникает панический страх, ожидание повторных приступов нехватки воздуха, либо страх за свою жизнь, страх за близких. Поэтому, на наш взгляд, и как рекомендует Всемирная организация здравоохранения в своих последних рекомендациях, обязательно присутствие психологической программы реабилитации в комплексной реабилитации. И в то, что сейчас в Татарстане тоже вводится. Конечно. Давайте мы с вами сейчас посмотрим опрос, который мы в начале программы с вами как раз анонсировали. Вопрос мы задавали следующий. Приходилось ли вам сдавать тест на COVID-19? Ну что ж, любопытные результаты. Да, этот ответ выбрали 37, почти 38 процентов наших опрошенных телезрителей. Нет, если заболею, пойму и так. Утверждают почти 53 процента. И вы сдержались от ответа 9,5. То есть все-таки группа, вот этот показатель тревожности, 38 у нас, скажем так, процента. Вы его оцениваете как? Он в рамках нормы? Я думаю, да. Потому что, с одной стороны, очень важный аспект, чтобы мы обследовали наше население. С другой стороны, стабильный психологический фон пациента и стабильность состояния и готовность соблюдать здоровый образ жизни. Вести ежедневно правильный образ по питанию, по двигательной активности. Выполнять ежедневно лечебные упражнения. Делать акцент на дыхательные упражнения – это стабильность, здоровье и минимизация риска по заболеванию тоже. Мы с вами сейчас как раз к завершению программы подошли. И рекомендациям, да, вы их уже начали озвучивать. Правильно ли я понимаю, что стандартный набор дыхательных упражнений, кстати, включая йогу. Конечно. Это всё можно найти сейчас в интернете, и они не имеют, по сути, противопоказаний. То есть я могу, как здоровый человек, ежедневно принимать питаться, вы сказали, гулять. И ещё раз проговорим. Очень важное соблюдение, во-первых, двигательной активности – это прогулки на свежем воздухе. Если пациенты и жители наши занимались скандинавской ходьбой, можно продолжить, естественно, постепенно, не увеличивая нагрузки. Самый основной принцип после заболевания – это постепенность, это регулярность, это ежедневность выполнения упражнений. Это раз. Второе – это правильное питание, сбалансированное питание. Понятно, больше овощей, фруктов, витаминов, натурального происхождения. Это обязательно соблюдение питьевого режима. Это крайне важно. Особенно мы с вами знаем последствия. И, конечно, сон полноценный, положительные эмоции. И, конечно, больше уделять внимание своим близким и семье. Спасибо. Благодарю вас. У нас в гостях была Резид Абадрова, главный штатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Спасибо. Спасибо огромное. Опять мы с вами все не успели обсудить. Ну, до новых встреч. Спасибо. Это была программа «Главные новости» в студии Лейсан Абдульевна. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова